О Земле говорят голубая планета, но все же это ласковое преувеличение. Океаны и атмосфера придают нашей планете характерный оттенок. Однако если смотреть на континенты, то вы увидите коричневые, желтые и зеленые цвета. А вот по-настоящему голубой планетой является далекий для нас Уран, о котором мы сегодня вам и расскажем. Уран – это седьмая планета Солнечной системы по удаленности от Солнца. Она обладает достаточно большими размерами. Охват чуть больше 51 тысячи километров, что в четыре раза превосходит земной показатель. Это ставит Уран на третье место по диаметру и четвертое по массе среди планет Солнечной системы. Внутри ледяного гиганта можно было бы без проблем разместить 63 Земли. Уран стал первой планетой, обнаруженной в новое время и при помощи телескопа. Его открыл Уильям Гершель 13 марта 1781 года, тем самым впервые со времен античности, расширив границы Солнечной системы в глазах человека. Несмотря на то, что порой Уран различим невооруженным глазом, более ранние наблюдатели принимали его за тусклую звезду. В отличие от газовых гигантов Сатурна и Юпитера, состоящих в основном из водорода и гелия, в недрах Урана и схожего с ним Нептуна отсутствует металлический водород, но зато много льда в его высокотемпературных модификациях. По этой причине специалисты выделили эти две планеты в отдельную категорию ледяных гигантов. Уран – это совершенно уникальная планета. Во-первых, температура. Планета обладает самой холодной планетарной атмосферой в Солнечной системе с минимальной температурой в минус 224 градуса Цельсия. В отличие от других гигантов Солнечной системы, он выделяет меньше тепла, чем получает от Солнца. Другие гиганты имеют массивные горячие ядра. Стандартная модель Урана предполагает, что он состоит из трех частей. В центре – каменное ядро, в середине – ледяная оболочка, снаружи – водородно-гелевая атмосфера. Ядро является относительно маленьким, с массой приблизительно от 0,5 до 4 земных масс и с радиусом в 20% от радиуса всей планеты. Мантия – льды составляет большую часть планеты – 60% от общего радиуса. При этом ледяная оболочка фактически не является ледяной в общепринятом смысле этого слова, так как состоит из горячей и плотной жидкости, являющейся смесью воды, аммиака и метана. Хотя Уран и не имея твердой поверхности, в привычном понимании этого слова, наиболее удаленную часть газообразной оболочки принято называть его атмосферой. Вы не сможете увидеть удивительные полосы облаков и штормов, которые мы видим на Юпитере и Сатурне. Но если посмотреть на других длинах волн, таких как инфракрасные, то можно увидеть, что на нем действительно есть облака. Некоторые из них существуют только в течение нескольких часов, в то время как другие были видны еще на снимках Вояджера 2 в 1986 году. Астрономам также удалось измерить скорость ветра на планете. Она может достигать 900 км в час. Самая удивительная особенность Урана – это наклон оси его вращения. Плоскость экватора Урана наклонена к плоскости его орбиты под углом 98 градусов. Планета вращается ретроградно, как будто лежа на боку. Это приводит к серьезным последствиям. Если остальные планеты Солнечной системы больше похожи на вращающиеся волчки, то Уран скорее напоминает катящийся шар. Это влияет на смену дня и ночи на планете. Период вращения Урана вокруг своей оси составляет 17 часов 14 минут, то есть одни сутки на Уране длятся примерно 17 часов. Но не все так просто. Уран, по сути, вращается вокруг Солнца на боку. Это означает, что его север или юг обращены прямо к Солнцу в разное время орбитального периода. Когда на одном полюс отвернется от Солнца, там 42 года будет темнота, наступит зима. Следовательно, можно сказать, что один день, а точнее сутки на Уране длятся целых 84 года, как и полный оборот вокруг Солнца. Другими словами, один год длится столько же, сколько одни сутки. Что интересно, благодаря такому наклону оси полярные области Урана получают в течение года больше энергии от Солнца, чем экваториальные. Однако Уран теплее в экваториальных районах, чем в полярных. Механизм, вызывающий такое перераспределение энергии, пока остается неизвестным. Также необычный наклон планеты влияет на ее магнитное поле. Новое исследование Технологического института штата Джорджии показывает, что магнитное поле Урана вращается вместе с планетой, то есть буквально меняет полюса каждые 17 часов. Магнитосфера Земли организована вокруг северного и южного полюсов. Более того, если эти полюса вдруг поменяются местами, то нашей планете может грозить настоящая катастрофа. А на Уране подобная катастрофа происходит каждый новый день. Его магнитосфера хаотична, наклонена под углом 60 градусов к оси вращения планеты. Авторы исследования Кэрол Пэйти и Цинь Као с помощью цифровых моделей, созданных на основе данных с Voyager 2, смогли симулировать деятельность магнитного поля Урана и раскрыть некоторые из его загадок, включая то, как оно каждый день то впускает солнечный ветер, то блокирует его. Что интересно, у Урана так же, как и у Сатурна, есть кольца. В отличие от ярких колец Сатурна, их частицы очень темные. Астрономы полагают, что кольца очень молоды и, вероятно, сформировались сравнительно недавно, а не вместе с планетой. Как и все гиганты, Уран имеет свою коллекцию лун. Астрономы на данный момент насчитывают 27 естественных спутников. Но на самом деле все они довольно легкие. Если бы вы могли сложить все их вместе, то они составили бы менее половины массы Тритона, самого большого спутника Нептуна. В окрестностях Урана был только один космический аппарат – Voyager 2. Он пролетел рядом с планетой в январе 1986 года, 81 тысячи километров от поверхности облачного слоя. Космический аппарат передал тысячи фотографий Урана и его спутников, а затем направился к своей следующей цели – Нептуну. На данный момент главная цель космических агентств – Марс. В то же время, внимания к таким планетам, как Уран и Нептун, гораздо меньше. Однако все может измениться. В НАСА озвучили несколько возможных вариантов освоения ледяных гигантов. При удачном раскладе миссия на Уран будет запущена к 2034 году. Эта миссия должна помочь понять, как образовались Нептун и Уран, а также узнать, почему они так отличаются от газовых гигантов. Уран, без сомнения, одна из самых загадочных планет Солнечной системы. И нам предстоит узнать еще много удивительных фактов об этом ледяном гиганте. На этом все, друзья. Если вам понравился выпуск, а Уран смог вас удивить, ставьте лайк и делитесь видео. А также подписывайтесь на канал Парадокс, если вы еще не с нами.